В очередной раз хотелось бы поблагодарить население за высокий процент оплат, за понимание того, что мы работаем для людей. И хочу по частному сектору еще раз обратить внимание, что принцип сбора для наведения договорного порядка, соблюдения договорной дисциплины – это подворовой сбор. Поэтому у меня большая просьба, те привычные места, где складировался мусор со всей улицы, на время забыть. Ставьте мусор возле своего двора, согласно графику, машина ходит, мы убираем все, забираем там, где проводится оплата нашей услуги. Вот, как раз так, обслуживание техники ведется. Все единицы в строю. Коротко так. По полигону нам требуются работы, чтобы сделали проект по... На земельной делянке, которая есть в властности коммунального предприятия, расположена, ну, так называемая старая сметизывала, очень городская. Там основной проблемой – это возгорание, которое мы периодически тушим. Ведет журнал, когда мы это делаем последние, на прошлой неделе было загашено. Вот, это говорит о том, что то место требует проведения рекультивационных работ. Ну, это тянет за собой изготовление проекта и, собственно, выполнение самих работ. Предприятие, поскольку не является собственником этих отходов, которые лежат на нашей территории, поэтому есть предложение, чтобы определить исполнителя этих работ, кто им будет. Скорее всего, раньше это был УКС сполкома, сейчас, наверное, управление ЖКХ. Так, техника на ходу. По Форду, что у нас ситуация на сегодня по Форду? Мусоровборочная машина. Субтитры создавал. Ну, сейчас мы объявим конкурс, нужно, чтобы человек, по договору, как здесь ездить, пробовать и формить. Документы мы все собрали. А в чем там проблема была, решение? Проблема была решена. Есть уже решение сейчас? И наше решение. Сейчас остается поездить туда и формировать все документы, регистрационную службу. Да. И контейнерат под него мы планировали закупить, да? И мы предусматриваем. И площадка эта, как производная площадки. А водитель у вас будет на этом? Да, водитель будет здесь вообще. Потому что вот у них, допустим, две техники единицы, это Бобкет и Автогрейдер, то там была целая проблема, но они решили ее. Нашли водителя на Бобкет, а по Автогрейдеру нашли водителя подряду, в гражданскоповом договору забрали с теплосердиями. Так что вы готовьтесь тоже, потому что техника современная, новая, если ее поломают, то там ущерб очень большой. Вот у нас традиционно есть документное обучение. Не надо, в принципе, все похоже, мысленное там. Ну, есть и нюансы, но не изучают, но определяют, что-то надо. Там и документная присадка для очистки топлива, из-за лучшего выхода. Собственно, целый ряд есть, но уже некоторые нет в наших состязанных подвигах. Ну, не изучают, но есть понимание. Субтитры сделал DimaTorzok